Приветствую вас, и получается, что и ваша девочка боится сделать первый шаг, она сняется, и вы тоже боитесь сделать первый шаг, потому что опасаетесь, что вы сами себе все накрутили, и опасаетесь выглядеть глупо. Я понимаю вас очень хорошо, понимаю, что вы не хотите этого, и что это было бы вам очень неприятно, поэтому я думаю, что вам нужно поступить следующим образом. Девушка ждет от вас активных действий при том условии, что она сама ушла от вас. Давайте для начала спросим себя так, какие у нее были причины для того, чтобы от вас уходить. То есть, что послушало для нее мотивам к уходу? Что-то ей не нравилось, что-то ей не устраивало, что-то она другим мужчиной получала от такого, и получая от того, чего не получала с вами. Что ей было нужно? Что это провоцировало уход? Вот это вам нужно понять, потому что если это останется за кадром, то вы повторите ошибку вновь, а вы этих ошибок не хотите. Значит, с этим моментом, я надеюсь, все ясно. Нужно разобраться с причиной вашего отставания, понять, что она получала или получает от своего настоящего мужчины, и постараться ей это дать. В случае, если вы будете вместе. Дальше. Следующий важный аспект. Как намекнуть девушке о том, что вы хотите вновь с ней встречаться? Ну, вообще говоря, предложите ей просто провести время. Просто предложите ей так, ненавязчиво. Давай там, посидим в кафе, погуляем, может быть, что-то еще. Дайте ей понять, что вы заинтересованы в том, чтобы провести с ней время. Там, в общине, у вас все, я думаю, само собой нормально получится. То есть, всплывут старые темы, старые модели общения, и все будет нормально у вас. Но этот момент нужно обязательно сделать. Если вы сразу, как бы, дадите ей понять, что вот все, вы гапали с ней встречаться, это будет немножечко принижением вас. Это будет немножечко, ну, снижением ценности вас для нее. Нам бы этого не хотелось, поэтому давайте вести себя все-таки как взрослые люди. Следующий важный момент. Вот вы встречаетесь с ней, разговариваете, общаетесь. Она делает намеки на то, что было хорошо вернуться, да, друг к другу. Но вы же понимаете, что у нее есть парень. Да, сейчас у них не все хорошо, но, простите, это может быть кризис, и кризис может пройти. Чтобы не попасться в такой капкан, скажите девочке о том, что не будете с ней встречаться на тех пор, пока она не уйдет от другого мужчины. То есть, скажите, ну, ты же не свободна? Как я могу, как я могу тебя завоевывать, как я могу считать тебя своей? А если ты не предпочитаешь встречаться и со мной, и с ней одновременно, то меня такое не устраивает. Нужно от девушки подтверждение того, что она ушла от другого того молодого человека. Только тогда можно предпринимать более активные действия. Но в качестве первого шага можно и брата пригласить провести время. Я думаю, этого более чем достаточно на данный момент. Так вы, во-первых, проверите свои чувства еще раз, проверите намерения девушки, ну, сказав ей, что готовы с ней встречаться, если она от другого мужчины уйдет, и так далее. Если она воспримет это позитивно, и вы увидите от нее активное желание это делать, значит, она действительно хочет к вам вернуться. Ну, а если она замнется, будет неуверена в себе, и вообще будет пытаться чего-то ждать, значит, вы в ней уверены быть не можете. А это означает, что человек не внушает доверия, и не хочет ничего делать для того, чтобы вы были вместе. Или, может быть, хочет, но предпочитает из одних отношений уходить в другие, а из других отношений уходить в первые. Ну, это не совсем правильно и, мягко говоря, неуважительно по отношению к вам. Такое лучше один раз было. Постарайтесь не повторить данную ситуацию. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok